Продолжение следует... В условиях войны в Украине, а также потребность в обеспечении энергетической и продовольственной безопасности. В предыдущий раз действия ЧП продлевали на 60 дней в конце марта, а впервые ввели в прошлом феврале, сразу же после российского вторжения в соседнюю страну. С тех пор его неоднократно продлевали. Официальное объяснение состоит в том, что режим ЧП предоставляет правительству дополнительные рычаги для управления многочисленными кризисами, вызванными пограничной войной. Оппозиция, однако, заявляет, что аргументов для продления чрезвычайного положения больше нет и что Кабмин злоупотребляет этой нормой закона в угоду узким кругам интересов. Повышение, но не для всех, правительство хочет увеличить зарплаты госслужащим. Об этом пример министра заявил в начале сегодняшнего заседания правительства, на котором должны быть утверждены поправки к государственному бюджету на текущий год. Дарин Ричан пояснил, что министры также относятся к этой категории. Абсурдно, когда у министров зарплата меньше, чем у тех, кто работает на стройке. У руководителей каждого направления в министерствах зарплата ниже, чем у официантов кафе напротив. И одна профессия уважаемая, и другая, но необходимые навыки разные. Это реальность, с которой мы будем сталкиваться. Дополнительные усилия, связанные с этими повышениями в Центральной публичной администрации, не превысит стоимость 6 километров дорог. Если парламент одобрит эти поправки, пожалуйста, знайте, я буду к вам более требователен. Целесообразность такого шага глава Кабмина пояснил необходимостью перехода отношений Молдовы с ЕС на новый этап. Необходимо наличие в Молдове квалифицированных кадров для привлечения инвестиций и выполнения условий, требуемых в процессе вступления. При этом Дарин Ричан отметил, что понимает, что решение будет подвергнуто критике. В начале этого года зарплаты глав министерств были повышены на 8 тысяч леев. Евросоюз наложит санкции на пятерых человек за дестабилизацию ситуации в Молдове и еще двоих за аналогичные действия в Украине. Инициативу на рассмотрение Совета Европы представил глава европейской дипломатии Жозе Боррель. Итак, Иланд Шор причастен к незаконному финансированию молдавских политических партий и подстрекательству к насилию против оппозиции. Возглавляемое им политформирование занимается оплатой и обучением лиц для организации беспорядков во время протеста в Молдове. По данным властей, часть денег, которые он использовал для этой цели, от банковского мошенничества по этому делу беглого политика приговорили к 15 годам тюрьмы. Георгий Ковкалюк возглавлял генинспектор от полиции. Он известен тем, что вместе с Шором организовал и участвовал в массовых протестах в октябре прошлого года. Сейчас экс-полицейский в Лондоне. Депутат от партии Шор Марина Таубер фигурирует в двух уголовных делах по делу о незаконном финансировании партии, которую она представляет по данным полиции. Народная избранница была одной из главных организаторов протестов партии Шора и движения за народ. Игорь Чайко, российский бизнесмен, ответственный за направление денег на поддержку проектов ФСБ России с целью дестабилизации ситуации здесь. Он выступал в роли российского кошелька, направляя деньги в активы ФСБ в Молдове, чтобы поставить страну под контроль Кремля. Влад Плохотнюк, фигурант нескольких уголовных дел, связанных с кражей денег из финансово-банковской системы страны и их незаконном выводе за пределы Молдовы. Он выступал обвиняемым в деле о банковском мошенничестве и фигурировал в деле под общим названием «Кулёк». ЕС также предлагает санкционировать граждан Молдовы Александра Калинина и Григория Карамалака за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Адвокат Илона Шорох утверждает, что инициатива носит политический характер и необоснованно. Это политическая акция, и на этот вопрос должна ответить президент страны Майя Санду. Я, как юрист-международник, не вижу причин для получения таких санкций. Когда предложения будут одобрены, пока неизвестно. В прошлом году США ввели санкции против Шора и Плохотнюка. Оба больше не могут въезжать на территорию Соединенных Штатов. Им также запрещено совершать любые сделки и предоставлять деньги кому бы то ни было в нашей стране. Европейский Союз предоставит нашей стране 8 миллионов евро на поддержку сельского предпринимательства. Деньги поступят в страну в виде гранта и предназначенной для софинансирования семи государственных программ. Это финансирование будет способствовать улучшению инвестиционного климата, более легкой интеграции граждан на рынок труда и созданию благоприятной бизнес-среды для малых и средних предприятий. Проект будет основываться на сельской местности, где мы наблюдаем существенную тенденцию к высокопроизводительности. Малые и средние предприятия создают рабочие места, приносят инновации, легче адаптируются к возникающим проблемам. Их поддержка представляет взаимный интерес, и мы делаем это не только в странах-членах, но и в государствах-партнерах, а также в странах-кандидатах на вступление в ЕС, кое является Молдова. Деньги от ЕС предназначены для прямой финансовой помощи, консультации, обучения и содействия экспорту для предпринимателей. По словам Яниса Мажейкса, этим шансом смогут воспользоваться более 50 тысяч бизнесменов. Также финансовые ресурсы будут направлены в том числе на новую программу, посвященную развитию сельского туризма. Воздушные шары не так безобидны, как кажется. Они сделаны из материалов, которые не поддаются биологическому разложению и могут пролетать большие расстояния и вызывать разнообразные экологические проблемы, нанося вред животными птицам, говорится в комментарии. Исследователи из Австралии, между тем, ранее пришли к выводу, что каждая пятая морская птица погибает, съев воздушный шар. Гелий, как говорят в Министерстве окружающей среды, не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Но это невозобновляемый ресурс, а интенсивное использование в развлекательных целях может привести к его нехватке в других отраслях, где он нужен. В Молдове закона, который запрещал бы людям использовать гелевые надувные шары, пока нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова